Привет! Мы на выставке Акватерм 2023 в Москве, в Крокус-экспо. И здесь большой павильон Русклимат, куда, конечно, невозможно не зайти, потому что Русклимат это производитель номер один, по-моему, на мой взгляд, климатической, различной климатической техники в России. Разные бренды, Электролюкс, Балю, другие бренды. Посмотрим на климатическую технику, посмотрим, что интересного в кондиционерах, вот в нагревателях, в конвекторах. В общем, все самое интересное, это же выставка. И все самые новые технологии, самые интересные, они, конечно, здесь представлены. Ну, а поскольку Русклимат это один из лидеров в климатических технологиях, то, конечно, мы идем к ним. Алексей, привет! Привет! Конвекторы. Прибор, который, ну, такой народный, потому что очень многие пользуются там либо временами, либо постоянно. И я увидел здесь, на вашем стенде, такой интересный конвектор, да, Apollo, он такой у него необычный дизайн. Да-да-да, это наша новинка. С чем это связано? Смотри, это не обычный конвектор, это конвектор с инфракрасным типом обогрева, с микотермическим нагревательным элементом. О нем можно... Мы поговорим, это слово красивое, микотермическое. О нем чуть позже. Для чего была сделана такая передняя панель? Для того, чтобы инфракрасным волнам не было препятствия, да, и они проходили легко через переднюю панель. Имеет практическую ценность. Не просто красиво, не только красиво, но и... Но это в первую очередь имеет практическую ценность, и поэтому передняя панель выполнена в таких вот сотах, можно сказать. То есть инфракрасные волны, они же нагревают, если я правильно помню, в принципе, предметы. А от них, ну только предмет, но еще и, собственно, нас нагревают. Да-да, предметы людей, которые расположены непосредственно напротив обогревателя. И, собственно, от них уже какой-то еще нагрев воздуха может происходить, да? Воздух идет, да, конечно. Да, вот так. Хорошо. Он предназначен для направленного локального обогрева каких-то определенных участков, где в конкретный период времени находятся люди. И вот тот самый микотермический нагревательный элемент, что это? По сути, микотермический нагревательный элемент представляет собой пластину никелевую, с двух сторон покрытую слюдой. Слюда представляет собой прекрасный отражатель ИК-волн. Так. Это именно то, что нам и нужно. Нам нужно, чтобы нагревательный элемент отражал инфракрасные волны, которые уже передаются нам в виде тепла, ну такого приятного, как будто солнечного тепла. Вот. Именно поэтому здесь и был применен такой нагревательный элемент. Еще из плюсов нагревательного элемента. Прибор совершенно невесомый и легкий. И ломаться, по сути, нечем. То есть это всего лишь обычная никелевая пластина, покрытая слюдой. Ну такое простое, но максимально эффективное решение для таких обогревателей. Все верно, все правильно. Окей. Теперь давай немножко перейдем к обычным конвекторам. Я просто увидел здесь вот электронный блок управления. И я знаю, что в конвекторах этих классических тоже есть подобные блоки управления, но они сменные. Смысл в том, что мы можем к конвектору докупить необходимый нам блок управления для своего какого-то конечного результата. То бишь механический, электронный, либо инверторный блок управления. Они имеют как бы каждый свои плюсы, и ты уже сам понимаешь, что тебе нужно. Как раз в этом году у нас появляются новинки. Обновились блоки управления. Это блоки управления четвертого поколения. Для управления по Wi-Fi теперь не нужен инверторный блок управления. Мы можем управлять и электронным блоком управления по Wi-Fi. Я знаю, что инверторная технология была реализована только в комплексе с Wi-Fi. Да, теперь мы можем электроникой управлять также через мобильное приложение Хамин. Сделать из нее систему отопления и управлять, в принципе, нашими обогревателями из любой точки мира. Ну и мы немного доработали дизайн. Он стал более такой минималистичный, строгий. Самого блока, да? Самого блока, да-да-да. Ну вот можно сравнить. Он стал более минималистичный, строгий. Экран появляется и загорается только когда подается напряжение на конвектор. Ну вот такие новости в сегменте конвекторов. Спасибо большое, Алексей. Спасибо вам.